Сейчас наше занятие. Оно называется «Основы C-Sharp в примерах». Расскажу немного о себе сначала. Меня зовут Сергей Шосняков, я программист C-Sharp, занимаюсь этим уже довольно давно, порядка 8 лет или уже даже больше. Вот, C-Sharp – это язык основной, которым я занимаюсь. Есть дополнительно языки, которые я знаю, но о них, в принципе, мы сейчас разговаривать не будем, будем говорить конкретно про C-Sharp. Вот. Я буду в основном показывать код, соответственно, потому что за этим называется C-Sharp в примерах. Очень мало будет слайдов, всего два слайда я сделаю введение в C-Sharp, и дальше мы начнем с вами смотреть код, программировать, либо я буду рассказывать код, вы можете смотреть, либо повторять за мной. Я буду использовать для этого заранее подготовленный код, который вы можете тоже смотреть, подглядывать туда, если вдруг не успеваете, если вдруг будете за мной повторять или если вы просто хотите его сохранить к себе. Он доступен по ссылке, которую я скопирую сейчас в чат. В этой ссылке он доступен, здесь вы можете смотреть код в папке samples. И мы не будем использовать Visual Studio, мы будем использовать онлайн-ресурс, который называется .net-fiddle. Соответственно, здесь я буду писать код, здесь мы будем смотреть результаты, и вы тоже можете им пользоваться. Вебинар рассчитан для новичков. Я буду говорить в основном базовые вещи, но он также будет интересен и тем людям, которые занимаются, какое-то время уже программируют, потому что вопросы, я буду раскрывать вопросы, которые часто спрашивают на собеседованиях, которые касаются базовых основ, но некоторые люди их не знают, поэтому он будет интересен. Это ресурс не Microsoft, это один из онлайн-компиляторов, компиляторов, доступных в сети. Бесплатный, можете спокойно зайти и пользоваться. Если вы говорите про GitHub, то это тоже не ресурс Microsoft, это хранилище кода. Там многие люди хранят код, который вы можете пользоваться, в том числе и я для вас выложил этот код. Итак, приступим. Я скопирую заранее подготовленный код. Во-первых, немного расскажу про то, как выглядит код. Есть стандарты написания, которые мы будем руководствоваться. Конкретно в C-Sharp используются следующие способы описания переменных свойств. То есть у нас есть класс, и этот класс описывается так называемым PascalCase. Что это значит? Это значит, что у нас используется, класс начинается с большой буквы, потом идет маленький буквы. Если он состоит из нескольких слов, то дальше слово начинается опять с большой буквы и снова маленький. Здесь не совсем правильно написано, потому что я его сделал для удобства, чтобы было видно порядок сортировки. Если посмотреть на метод GetValue, он как раз-таки написан способом PascalCase, когда у нас несколько слов объединены в одно слово, и каждое слово начинается с большой буквы. PascalCase у нас употребляется для описания названия класса, названия метода, свойств, публичных свойств и полей. Вот так. Сейчас немножко сделаем шаг назад. Я подготовил небольшую презентацию из двух слайдов. Пожалуйста, я начну сначала с нее. Итак, если мы говорим про C-Sharp, то C-Sharp это язык, в котором используются принципы объектно-ориентированного программирования. То есть все задачи решаются с помощью объектов. Вы не можете просто взять и написать процедуру. У вас должен быть объект, в котором есть процедуры, поля, классы, которыми вы пользуетесь. Основные принципы объектно-ориентированного программирования, полиморфизм, наследование, инкапсуляция. Их я вам покажу в первом примере. И в процессе рассказа мы будем более подробно с ними знакомиться. Как работает программа на C-Sharp? У нас есть C-Sharp-код, который состоит из нескольких файлов, написанных с помощью C-Sharp синтаксиса. Этот код, он компилируется с помощью компилятора. В данном случае он назван C-Sharp-компилятор. Этот компилятор преобразует наш код в так называемую сборку. Это обычная программа, которую вы запускаете. Она обычно заканчивается на EXE или DLL. На самом деле это не совсем обычная программа. Это сборка, которая переведена с C-Sharp-код на промежуточный язык. Он называется Intermediate Language. Этот язык может интерпретироваться средой CLR. CLR – это Common Language Runtime. У нас есть библиотека .NET. Собственно, в ней и происходит все основное действие. Она получает нашу сборку, интерпретирует ее код и переводит ее в машинный код. Преимущество здесь в том, что нам не нужно думать о том, на каком машине у нас будет запускаться наше приложение, потому что машины бывают разные. Допустим, 32-битные, 44-битные. И, допустим, бывают разные архитектуры процессоров. Если бы вы писали код на C, допустим, на языке C, то вам нужно было бы компилировать его каждый раз для новой машины, и вы периодически разбирались, почему у вас на той или иной машине он не работает. В .NET-е этой проблемы такой нету, потому что здесь, собственно, сама сайта .NET-а знает, на какой операционной системе она работает и как компилировать код. Плюс преимущество C-Sharp в том, что здесь многие вещи, мы о них не думаем. Например, о том, как у нас выделяется память, как она очищается. Это все за нас уже сделано Microsoft и конкретно в .NET-е. Каждый раз они дорабатывают, усовершенствуют эти механизмы. И, собственно, по крайней мере в данном курсе об этом даже можно и не знать. Это краткое описание того, как работает программа на C-Sharp. И, собственно, начнем с кода. Сейчас проверю вопросы. Да, я прикреплю ссылки по вебинару на сайте в конце занятия. Итак, начнем, собственно, писать наш код. Вы просто можете его скопировать в код, который есть на GitHub. Если вдруг в чате кто-то его не нашел, я сейчас скопирую еще на сайт Geekbrains в виде сообщения. Вот самое последнее сообщение получается. И приступим. Приступим программировать. Немножко расскажу про онлайн-ресурс .net-fiddle.net. Он у нас здесь, он состоит из двух частей. Сверху пишется код программы, а внизу компилируется, и мы видим результат того, что мы написали. Мы будем рассматривать очень простые примеры, поэтому этого ресурса для нас будет вполне достаточно. Сейчас сразу же обращу внимание, что у нас внизу компилятор говорит, что у нас есть ошибки. Это потому что я использую синтаксис языка C-Sharp 6.0, который поддерживается в компиляторе Roslin 2.0. Его можно выбрать слева. Скопирую еще раз. Теперь все компилируется нормально. Итак, во-первых, синтаксис. Если вы только начинаете писать на C-Sharp, то для вас это будет полезно знать. Все классы, все публичные свойства классов начинаются с большой буквы. И дальше идут маленькие буквы. Если имя класса состоит из нескольких слов, второе слово также начинается с большой буквы, третье слово начинается с большой буквы и так далее. Такой синтаксис используется в C-Sharp. В нашем классе, который сейчас здесь в примере, есть поля и свойства. Чем они отличаются? Первая строчка, field, это поле. Оно приватное. Что это значит? Это значит, что доступ к нему имеет только сам класс. Никто другой к нему доступа не имеет. Второе свойство, публичное. Это означает, что кто угодно может иметь доступ к этому классу. Также здесь указано, что это константа. Это означает, что свойство доступно только для чтения и изменять его нельзя. Поле. Потом у нас идет свойство. Свойство очень похоже на поле, но оно отличается тем, что у него есть так называемые getter и setter. Здесь написано просто get и set. То есть в данном случае оно ничем не отличается от поля. Мы к нему можем обращаться так же, как к полю по имени. Я это покажу ниже. Метод. У классов есть методы. Они пишутся так же, как и сами методы, начиная с большой буквы. Неважно, публичный или приватный метод, нотация у методов всегда начинается с большой буквы. И дальше тут маленькая буква, основное слово с большой буквы. Я буду использовать очень часто такую функцию, как консоль.writeLine. Эта функция, она выводит внизу то, что мы хотим написать. Вот. Может быть несколько способов вывода с помощью writeLine. Я их здесь несколько привел. Первый способ мы пишем строчку. Строчки пишутся в двойных кавычках. И плюс прибавляем какое-нибудь значение. Когда мы его прибавляем, то мы получаем новую строку. Второй способ. Почему здесь есть toString? Я об этом расскажу чуть попозже. Его писать не обязательно. Второй способ вывода с помощью консоль.writeLine. Это вывод с помощью форматирования. Когда мы внутри строки используем вот такие странные символы, как кавычки и внутри цифра. Допустим, 0, 1, 2. И после этого через запятую перечисляются параметры. Это означает, что я хочу, чтобы на месте нуля мне написали вот это значение value. Четвертый пример. Это нововведение синтаксиса C-SARP 6.0. Когда я могу писать вместо нуля название переменной, и оно будет выведено. Но для этого мне нужно перед строкой указать символ доллар, чтобы он понял, что я хочу вывести не value, а значение value. Два последних примера показывают, что мы также можем использовать дополнительное форматирование value. То есть, допустим, D5 означает, что я хочу, чтобы value было выведено в виде числа с пятью знаками. Сейчас я продемонстрирую, как это будет выглядеть. Итак, если вы скопировали мой код или вы смотрите на код, то вот что нужно делать. Так, сейчас проверю чат. Так, вопросов ко мне нету, в общем, тогда я продолжу. Итак, как это работает? У меня есть класс, внутри этого класса есть поля, свойства, методы, которые я могу вызывать. Есть метод main. В данном случае это метод, который выполняется, точка входа, то есть именно он выполняется. Весь код выше – это просто описание класса, поэтому здесь внизу выведем только hello world, потому что внутри процедуры main у меня вызывается только консоль, right line, hello world. Удалю эту строчку и напишу здесь следующее выражение. Что это значит? Это означает, что я хочу создать новый экземпляр класса sample. Здесь написано класс sample, я создаю новую переменную класса sample, которая называется sample. И присваиваю ей новое значение. New означает, что я создаю новый объект класса. Так это пишется. После того, как я создал объект класса, я могу вызывать его методы. Здесь у меня есть метод execute, который объявлен публичным модификатором public. Я могу его вызвать. Просто написать execute. И не забыть поставить в конце точку запятой. После этого у меня выявились пять строк. Это, собственно, те строки, которые написаны в методе execute. Посмотрим внимательно. Первые четыре строки ничем не отличаются друг от друга. Потому что, на самом деле, они делают одно и то же. Но есть разные способы добиться этого. Первое – это сложение строки со строкой. Второе – это сложение строки с любым объектом. Использование строки с форматированием. Использование синтаксиса C Sharp 6.0. Два последних примера. Использует дополнительное форматирование. D5 означает, что я хочу вывести значение value с пятью знаками. Он просто добавил два ноля, чтобы у меня выявилось ровно пять знаков. Собственно, это первый вводный пример. Если какие-то вопросы есть, вы сейчас можете их сразу написать. Потому что я чат вижу уже не всегда. Вопросов, видимо, нет. Тогда продолжим. Переходим ко второму примеру. Итак, как я говорю, в C Sharp используется в принципе объектно-ориентированное программирование. И по сути, любой объект, все, что вы можете найти в C Sharp, все есть объект. В C Sharp это означает, что все происходит от одного и того же объекта, который называется object. Это класс object. У этого класса есть семь методов, восемь методов. Это один из вопросов, который вам могут задать. Первый метод называется toString. Это метод публичный, виртуальный, который возвращает строку. Что такое публичный? Я рассказал, это означает, что он доступен. Его можно вызывать, его может вызывать кто угодно. Что такое виртуал? Я расскажу чуть попозже. Это связано с наследованием. Второй метод getType используется для того, чтобы получить текущий тип класса. Потом идет у нас метод eCos, который возвращает значение bool, то есть true или false. И он используется для того, чтобы сравнить текущий объект с объектом в скобках, который передается. И он возвращает true, если объекты одинаковые, и false, если объекты разные. На самом деле здесь пропущено слово virtual, потому что этот метод тоже виртуальный, его можно переписать. Потом идет объект eCos статический. Статический означает, что его можно вызывать прямо из класса, не создавая объект этого класса. Иногда это бывает удобно. Потом идет также статический метод reference eCos. Чем он отличается от eCos, я покажу на примере ниже. Потом идет метод getHashCode. Этот метод возвращает... Этот метод возвращает значение типа int, integer. И он используется в C-Sharp для некоторых алгоритмов быстрого поиска, быстрой сортировки. Собственно, он настолько важен, что его включили в базовый класс. И, в общем, очень важная вещь. Зачем он нужен? Я думаю, мы дойдем до этого. Метод finalize используется для очистки ресурсов, которые класс может использоваться. Этот метод, его нельзя просто так переопределить, его переопределяют с помощью деструктора. Деструктор на самом деле это и есть реализация метода finalize. Метод finalize вызывается в сборщика мусора. Сборщик мусора – это механизм очистки памяти в C-Sharp. Он позволяет за вас наводить порядок памяти, очищать объекты. И благодаря этому механизму в C-Sharp, допустим, в отличие от C++ или C, менее вероятна утечка памяти. Это означает, что вы пишете код, и у вас память постоянно увеличивается, увеличивается и может дойти до того, что у вас просто не останется лишней оперативной памяти для работы. А все потому, что просто где-то не удаляется объект, который вы использовали. В C-Sharp и вообще в .NET это бывает, но гораздо менее вероятно. Почему это бывает? Допустим, потому что в C-Sharp можно использовать в библиотеке, написанной на C или C++. И если вы их не обработаете сами, например, с помощью метода finalize, то сборщик мусора за вас это не сделает, и память может просто потеряться. Метод memberwise-clone позволяет создавать неполную копию объекта. Что значит неполное? Я об этом расскажу тоже на примере. Это связано с типами данных, о которых я буду рассказывать далее. Есть два типа, ссылочные и типы значения. И их обработка очень сильно отличается. Так, давайте теперь скопируем этот код, чтобы продемонстрировать, как он работает. Так, заметьте, если вы вдруг повторяете за мной, я копирую только сам объект класса. Здесь есть еще namespace и юзинги. Мы их просто не копируем, они нам не нужны. Посмотрим внимательно на этот код. Я здесь создаю два объекта. Объект типа object, то есть базовый объект, самый-самый низкий, который называется value1. И объект value2. Я вызываю метод equals первого объекта. Это публичный метод, который мы можем вызывать. Метод getHashCode и метод toString. И посмотрим, что получится. Чтобы мне напомнили результат, я делаю то же самое, что и в прошлый раз. Создаю экземпляр класса. Все экземпляры класса создаются практически одинаково. Сначала идет название класса, потом название переменной и далее ключевое слово new и конструктор. Зачем такие сложности? Потому что мы можем не создавать класс new, мы можем присвоить ему значение ну или мы можем присвоить ему значение другой переменной. К тому же конструкторы бывают с параметрами. В скобках можно передавать параметры. Мы параметры не передаем, поэтому у нас все однотипно. И вызываем метод класса, который называется execute. Смотрим на результаты. Первый метод, первая строка. Конструктор. Итак, когда я создаю new объект класса с помощью ключевого слова new, у меня выполняется код, который написан в конструкторе. Конструктор и деструктор, они всегда называются точно так же, как и сам класс. Деструктор имеет тильду в начале имени. И у него нет модификатора, он всегда приватный. По умолчанию. А конструктор может быть публичным, может быть защищенным, может быть приватным, даже приватным. В некоторых случаях такое бывает. Итак, посмотрим, что происходит. У меня вызвался конструктор класса. И дальше я вызвал метод execute. Первая строка, false, это означает, что два объекта не равны. Потом идет результат функции getHashCode. И потом идет результат функции toString. По умолчанию, результатом функции toString является имя самого класса. Класс называется SystemObject. Это его полное имя. Его сокращенность имя Object, его полное имя SystemObject. Итак, если какие-то вопросы есть, пожалуйста, сейчас можете их задать. Вопросов нет. Тогда продолжим дальше. Итак, что я сейчас рассказал, это то, что все объекты являются наследниками типа Object. И у объекта Object есть 8 методов. И эти 8 методов можно вызывать, соответственно, абсолютно у любого объекта. На этом первый пример закончен. Мы переходим ко второму примеру. Итак, мы переходим ко второму примеру. Код выполнился без ошибок, хоть он нам и говорит какие-то предупреждения. Это ворнинги. Это означает, что мы объявили переменную, которая никогда не используется. В данном примере я расскажу о том, какие типы бывают в C-Sharp. Итак, в C-Sharp есть 2 основных группы типов. Типы значений и ссылочные типы. Чем они отличаются, и это на самом деле огромная разница, в том, что типы значений, они хранятся в так называемом стеке, а ссылочные типы хранятся в куче. Если объяснять по-простому, то стек – это, в общем, у нас есть куча, это какая-то общая огромная память и стек. Стек маленький, и он отличается от кучи тем, что с ним проще работать, и он оптимизирован по быстродействию. И он очищается каждый раз, когда, допустим, у нас заканчивается выполнение процедуры или функции. По сути, и стек, и куча все находятся в оперативной памяти, но разница в том, что в кучу объектов у нас могут храниться сколько год надолго, а в стеке у них есть определенное время жизни, которое равно времени жизни либо потока, в котором они выполняются, либо функции, в которой они объявлены. Основные типы значений, которые есть в C-sharp, перечислены здесь в примере. S-bite, byte, char, short, u-short, u-long, u-long, u-long. Вот эти первые типы – это целочисленные типы. Чем они отличаются друг от друга, вы можете спросить, зачем так много целочисленных типов. Ответ в том, что у них разные максимальные и минимальные значения, и они занимают разное количество байт в памяти. Если, допустим, вам нужно большое число, вы можете использовать long. А если вам достаточно число от 0 до 255, то вы можете использовать byte, тем самым оптимизируя работу с памятью. Ниже, например, я покажу максимальные и минимальные значения этих чисел. Есть числа с плавающей запятой – это float и double. Они также отличаются максимальным и минимальным значением. Отдельно выделяется тип D-CML. Он оптимизирован для работы с финансовыми данными. Если вы вдруг когда-нибудь будете работать с финансами или с валютой, с деньгами, вам нужно будет запраграммировать их значения, то вы, скорее всего, будете использовать именно этот тип. Потому что, если использовать другой тип, даже тот же double, у вас может, допустим, пропасть какая-нибудь копейка, которая в крупных масштабах вылится в огромные пропажи. Тип bull. Bull – логический тип. Для чего он нужен? Для того, чтобы использовать, допустим, ключевое слово и чтобы управлять потоком выполнения программы. Отличие C-Sharp, допустим, от других языков, таких как C, C++, JavaScript, в том, что логический оператор и логический тип только буллин. И только его можно использовать в таких операциях, как if. Нельзя использовать другие типы. И на самом деле это очень хорошо, потому что это избавляет от многих ошибок при написании кода. Еще на уровне компиляции. Примеры объявления типов. Как я уже и говорил, сначала мы объявляем наш тип, потом идет название переменной, потом идет название, значение переменной. По умолчанию, так, здесь я объявляю тип int, также можно целочисленные типы объявлять с помощью числа так называемого 16-ти речного. Если вы вдруг первый раз слышите про 16-ти речные числа, это числа, в которых помимо букв, помимо цифр от 0 до 9, также используются еще и буквы A, B, C, D и F. Зачем они используются? Иногда гораздо удобнее и нагляднее писать большие числа с помощью именно 16-ти речных цифр. Допустим, часто вы можете видеть цвета, объявляются с помощью 16-ти речных цифр, или символы Unicode, такие как градус, Цельсия или тому подобное. Они также обычно или часто объявляются с помощью 16-ти речных чисел. Это просто более наглядная форма объявления целого числа. Числа с плавающей точкой могут объявляться как с помощью фиктированной точки, так и в научном формате, когда у нас используется буква E. E означает, что это степень десятки в данном случае. Также можно использовать суффиксы, то есть числа могут на конце иметь букву. Это означает, что вот это число 1L это число типа long, число 1F это число типа floating, 1D это число типа double, 1M это число типа decimal, 1U это число типа uint, то есть 1UL это число типа long. Итак, зачем так много типов? Давайте я сразу покажу на примере. Здесь у меня есть небольшой код, который выводит размер типа, его максимальное и минимальное значение. Если вы посмотрите на код, как это делается, я использую ключевое слово, во-первых, функцию writeLine и строку форматирования и дальше перечисляю параметры, которые я хочу вывести. Type of возвращает тип, тип того, что написано в скобках, size of возвращает размер этого типа, а min value и max value возвращает его максимальное и минимальное значение. Сейчас давайте выведем этот код, сделаем это точно так же, как и в предыдущих двух примерах. Название класса, название переменной и объявление создания нового объекта переменной. и так же вызываю метод execute этого класса. Вот, что здесь написано? Как я уже говорил, буква на конце числа указывает на тот тип, который должен быть использован. То есть мы интерпретируем это число в виде лонга или флотинг или дабл, потому что, допустим, единица по умолчанию, это всегда in32. А если мы хотим использовать по умолчанию другой тип, мы можем использовать суффикс на конце. и дальше я ввожу все типы значения, их размер, максимальное и минимальное значение. Важное отличие C-Sharp, допустим, от языка C или C++ в том, что он кроссплатформенный и размер его типов не зависит от платформы, на которой он выполняется. Допустим, посмотрим на вот эту строчку. тип int 54. Допустим, есть тип int 32, который здесь почему-то я не написал. Сейчас я его добавлю. Допустим, у нас есть тип int 32. Его размер всегда 4 байта. Если бы вы писали код на C или C-Sharp, то его размер мог быть либо 4, либо 8 байт. И это иногда большая проблема. Особенно, если вы используете библиотеки на C++ плюс в вашем C-Sharp приложении. В C-Sharp же тут все за нас решено. У нас тип int 32 всегда имеет размер 4 байта, независимо от того, на какой платформе он работает. Самый большой тип размер у нас int 64 или long, его короткое название, и его пределы. Пределы очень большие. Еще один важный момент, когда вы работаете с числами в C-Sharp. Посмотрим на строчки ниже. Если, допустим, вы разделите единицу на 2, то результат у вас будет равен 0. Вопрос, почему? Вроде как неправильно. На самом деле, с точки зрения C-Sharp, это абсолютно правильно, потому что, когда вы делите целое число на целое число, результат всегда будет целым числом. Округляет его в меньшую сторону, и мы получаем результат 0. Второй важный момент, на котором я хочу обратить внимание, это сравнение чисел с плавающей запятой. Допустим, есть такое выражение, 1.2 делить на 3.0 равно 0.4. Вы бы могли сказать, что здесь никакой ошибки нет, что здесь все правильно. На самом деле, в C-Sharp сравнивать числа с плавающей запятой с помощью знака двойной рома нельзя, потому что числа имеют определенную погрешность и точность. И когда вы делите 1.2 на 3, вы получаете не 0.4, а число, ближайшее к 0.4, с определенной погрешностью. И это бывает распространенная ошибка новичков, когда они сравнивают числа с плавающей запятой с помощью знака двойной равно. Чтобы сравнивать числа с плавающей запятой, нужно использовать синтаксис, как в примере на строке ниже. мы должны использовать определенную погрешность. То есть, я вызываю функцию math.abs, то есть, я беру модуль выражения и сравниваю его с определенной погрешностью. Зачем math.abs? Потому что это может быть число как больше 0, так и меньше 0. Мне нужно взять модуль этого числа и посмотреть, что он будет меньше определенного значения. Погрешность я выбираю сам. То есть, я должен решить, с какой точностью мне считать, что два числа с плавающей запятой равны. И, допустим, если разница между вот этими двумя числами меньше, чем заданная мной погрешность, я считаю, что эти два числа равны. Давайте, кстати, посмотрим, чему же на самом деле равна разница между 1 и 2 делить на 3.0 минус 0,4. И оказывается, что C Sharp для C Sharp и конкретно для среды дотнет вот это выражение равно 5.5 E в минус 17 степени. То есть, это очень маленькое число, но тем не менее, мы видим, что есть такой момент, что нельзя сравнивать числа с плавающей запятой. Почему? Я объяснил. Надеюсь, понятно. Мне кажется, здесь на самом деле ничего сложного нет. если вы потом посмотрите эти примеры, если вы будете повторять за мной код или просто перепишите его своими руками, то вопросов у вас должно быть меньше или, по крайней мере, вам станет понятно, потому что объяснять на C Sharp я могу объяснить, но все равно вам будет кое-что казаться сложным до тех пор, пока вы не попробуете это сами и на реальном опыте не... Да, если есть вопросы какие-то, задавайтесь сразу. Вопросов нет. Хорошо. Переходим к следующему примеру. Следующий пример касается упаковки и распаковки. Тоже тема или вопрос, который вам могут задать, если вы будете на каком-нибудь собеседовании. Что это такое? Как я уже говорил, все, абсолютно все типы и абсолютно все в C Sharp это объекты. И они явным или неявным образом наследуются от класса Object. Поэтому я всегда могу объекту переменной типа Object присвоить любое другое значение, в том числе и Int. Но проблема здесь в том, что когда я так делаю, эта переменная, она, то, что называется, упаковывается. То есть она переносится из стека, в котором хранится, изначально в кучу. И эта операция, она довольно затратная по времени, поэтому ее стараются избегать. И у нее есть несколько тонких моментов. Допустим, у меня есть две переменные, которые я здесь назвал Unpacked1 и Unpacked2. Обе эти переменные типа Int и обе равны единице. Я упаковал эти значения, то есть присвоил объекту Pact1 и Pact2 значения этих переменных. И дальше я сравниваю, что у меня получилось. Сравниваю неупакованные значения и упакованные. И, как мы можем видеть, если первый результат возвращает true, второй false. Почему так происходит? Потому что, когда мы сравниваем объекты в куче, то они сравниваются, то сравниваются их ссылки на самом деле. Если, конечно, мы ничего не переопределили. Но, по идее, нам это делать не нужно. То есть, с помощью знака двойное равно мы сравниваем ссылки объектов, если это объекты в куче, либо мы сравниваем значения этих объектов, если это объекты типа значения, которые находятся в стеке. И вот такое равно. Оно всегда нам возвращает true, а такое возвращает false. И мы можем здесь получить ошибку, которую будет потом сложно отследить и заметить, потому что мы вроде как сравниваем два целых числа, которые имеют целое значение, но, тем не менее, результат получается false. false. Очень плохая ситуация и очень сложно ее будет вам отловить и отладить, если вы вдруг будете так делать. Чтобы избежать этого, можно использовать метод equals, который есть абсолютно у любого объекта и который сравнивает не работает по-другому, не так, как двойное равно. Он сравнивает именно значения типов, значения типов. То есть, в данном случае мы получим результат true, даже если это упакованный тип. но есть еще метод reference equals, который также есть у любого объекта, это статический метод. Если мы сравним два упакованных объекта, то мы увидим, что ссылки на эти объекты разные. Reference equals сравнивает ссылки на объекты, а equals сравнивает значения объектов. Вот в чем разница. Так, есть вопрос. Если пект 1 присвоить значение 1 и сравнить с un-пект, что будет? Когда вы сравниваете пект, присвоить значение 1, оно и так у него... А, я понял. Будет то же самое. Пожалуйста. Потому что в данном случае... В данном случае мы получим ошибку компиляции, потому что метод двойное равно в данном случае не определен для сравнения типа object и int по умолчанию. Поэтому здесь будет ошибка компиляции. И на самом деле это даже хорошо. Если мы будем использовать метод equals, а его можно будет использовать, он у нас вернет те же самые результаты. Объекты, значения объектов одинаковые, а ссылки на эти объекты разные. вот. Так. И небольшое... Я, может быть, сейчас немного буду забегать вперед. Я вам рассказал про упаковку и распаковку. И чтобы избежать упаковки, которая занимает значительное время, и распаковки, в C-Sharp были придуманы так называемые обобщенные типы. По-русски, по-английски они называются generic types. Они отличаются от обычного типа тем, что после названия переменной есть в таких ограничивающих скобках меньше-больше тип, который используется в этом классе. Я об этом расскажу чуть попозже, если нам хватит времени. Но суть в том, что у нас есть соблунный класс, который работает одинаково, но который не использует упаковку-распаковку, и мы явно указываем, с каким типом мы хотим работать. Допустим, есть класс лист, очень распространенный класс, в котором вы, скорее всего, будете работать. Он очень похож на... Он представляет собой массив, то есть набор объектов или коллекцию, в которую можно добавлять элементы. И я здесь привел пример, чтобы показать, насколько сильно упаковка влияет на время обработки. нужно добавить дополнительный namespace, поскольку переменный лист объявлено в другом пространстве имен. И сейчас нужны эти using. Они нужны нам для того, чтобы нам было проще находить то, что нам нужно, и чтобы у нас не было кучи лишних классов. все классы разделены на пространство имен. И если мы хотим использовать какой-нибудь класс, мы должны использовать либо using и указывать пространство имен, в котором находится этот класс, либо писать пространство имен, точка и класс, который нам интересен. я здесь использую класс лист, обобщенный класс лист, в котором есть объект object и объект int. Я добавляю и в тот и в другой объект, в тот и в другой класс переменную int и код один и тот же, но в первом случае она будет упаковываться, потому что здесь обобщенный тип во втором она не будет упаковываться, а она просто будет добавляться как объект int. Я использую второй класс, который который находится в пространстве имен SystemDiagnostics. И этот класс используется для того, чтобы засечь время, которое было потрачено на работу. Посмотрим на результат. Итак, первый Stopwatch выводит время, которое было потрачено на одну и ту же операцию с упаковкой, а второй Stopwatch выводит время, которое было потрачено на ту же самую операцию, но без упаковки, потому что код у нас абсолютно одинаковый. И, как вы видите, здесь разница более чем в 4 раза. Отличается. Но если мы запустим тест несколько раз, то цифры будут меняться, потому что это зависит от загруженности процессора. Но иногда достигают нескольких порядков разница между одной и той же операцией с упаковкой и без упаковки. Про обобщенные типы, если нам хватит времени, я расскажу еще чуть попозже. Сейчас я уже кратко про них рассказал. То есть это класс, саблонный класс, в котором мы используем какой-то тип без упаковки. Вот, грубо говоря, так. Я лист не стер, я использую другой лист. Я создаю новый объект типа лист. Так, это был пример номер 3. Потом идет пример номер 4. Такой довольно большой примерчик. Я сейчас стараюсь рассказать просто очень много, может быть, про синтаксис C-Sharp. В 2 часа это сложно уложить, но я стараюсь. Итак, как я уже говорил, в классе в C-Sharp все есть объект. Я сказал, какие есть у объекта методы, но мы также можем создавать свои классы и объявлять свои методы, дополнительные методы, и использовать различные модификаторы. Я рассказал про модификатор Public, также бывает модификатор Private, Internal, Protected. Зачем они нужны, я расскажу ниже. Есть модификатор Abstract. Он используется, когда мы создаем так называемый абстрактный класс. Зачем он нужен? Он нужен для того, чтобы описать какой-то базовый функционал, но этот класс еще сырой, и его нельзя использовать, и мы будем использовать только наследников от этого класса. Ключевое слово Async используется относительно недавно, и оно указывает на то, что объект или метод, это связано с методом, может выполняться асинхронно. Конст Константа, Read Only означает, что это свойство только для чтения. Модификатор Event, мы их увидим ниже, на примерах я покажу, зачем они используются. Сейчас просто описание идет. Event означает, что это событие. Что такое событие? Я думаю, мы дойдем до этого. Ключевое слово Extern означает, что мы объявляем метод, который реализуется где-то в другом месте. Обычно используется ключевое слово Extern, когда мы импортируем какие-нибудь функции, допустим, из Windows, из ядра операционной системы, или из нативных библиотек, которые написаны на России из C++. Ключевые слова New и Override используются для переопределения классов в базовом методе. Я расскажу о них подробнее ниже, потому что это один из вопросов, которые часто спрашивают на собеседовании, особенно чем они отличаются. Ключевое слово Partial означает, что мы пишем класс, который находится в нескольких файлах. И когда происходит компиляция, просто они объединяются друг с другом, и получается один большой класс. Он используется, когда неудобно. Класс очень большой, или, допустим, написан на языке C Sharp, и это какой-нибудь визуальный компонент, у которого визуальная часть написана, допустим, на языке Xamble. Такое тоже может быть. Ключевое слово Static означает, что этот класс является статическим, допустим, то есть нельзя создавать объекты этого класса, или методы являются статическими, и можно вызывать их прямо из класса, не создавая новый объект. Ключевое слово Unsafe и Virtual, я уже говорил, Volatile, используются крайне редко, про них практически никто никогда не спрашивает, и на самом деле я даже не рекомендовал бы их часто использовать, потому что у них очень ограниченная область использования. Ключевое слово Unsafe означает, что мы хотим работать с указателями, ну, с памятью. Мы хотим работать с памятью, хотя в C Sharp крайне не рекомендуется прямое обращение к памяти, и, ну, в общем, его бы я не использовал. Это означает, что контекст небезопасный, и что мы можем, допустим, изменить память, но почему он небезопасный? Потому что, изменяя память в одном месте, мы можем навредить всей программе, и она просто перестанет работать. Если, допустим, вы когда-нибудь видели синий экран, в C Sharp такого не бывает, в C++ и в C это бывает, и это как раз таки связано с тем, что они повреждают память. Ключевое слово Volatile используется для того, чтобы, также, он связан с многопоточностью, когда у нас есть какая-то переменная, и мы говорим компилятору, что эта переменная используется разными потоками, что не нужно ее оптимизировать. Тоже очень редкая вещь, про нее практически не спрашивают, и используется она крайне редко. Далее у нас идет так называемое перечисление. Что такое перечисление? Это что-то типа целого типа, целочисленного типа, но мы используем вместо 0,1,2,3 более удобные выражения. Допустим, здесь я объявил перечисление weekdays, то есть дни недели, и я могу использовать его ниже в коде, допустим, Monday, Tuesday, Wednesday, вместо того, чтобы использовать строки, потому что это не очень здорово, или числа, потому что это не очень понятно. Далее у нас идет структура. Что такое структура? Структура – это тип значения, то есть он очень похож на типы значений, такие как целые типы, или дабл, или флот, но мы можем там объявлять свои поля, группировать их, и они будут храниться в колл-стеке, и, соответственно, структура обладает теми же достоинствами и недостатками, что и типы значений. А какие-то достоинства и недостатки я покажу ниже на примере. И здесь же объявлен класс, должен быть класс. Класс. Мер класса. Если вы посмотрите на структуру и на класс, они выглядят абсолютно одинаково. Они ничем не отличаются, но отличаются то, как они обрабатываются компилятором. Допустим, рассмотрим такой пример. Я создаю два объекта. Спасибо за субтитры. Спасибо. Продолжение следует... Я создаю два объекта структуры. Я создаю один объект, а второму объекту присваиваю значение первого объекта. И дальше я хочу поменять свойства gratitude, допустим, на 1, 2, 3. Что здесь происходит? Когда я присваиваю значение S1 переменной S2, то переменная S1 полностью копируется, создается абсолютно новый объект в call-стеке. И, соответственно, если я изменяю любое свойство первого объекта, второе свойство не изменяется, потому что это абсолютно другой объект. Покажу это на примере. Вот видно, что первое значение 1, 2, 3, второе 0. Если, допустим, я сейчас поменяю структуру на тип класса, то результат будет совсем другой. Мы получим и в первой, и во второй строке 1, 2, 3 и 1, 2, 3. Почему так происходит? Потому что, когда я присваиваю переменной, ссылочной переменной, значение второй переменной, то они не копируются. Вторая переменная, копируется только ссылка. Они как будто бы указывают на один... На самом деле так и есть. Они указывают на один и тот же объект в куче. И, соответственно, когда я изменяю значение первой переменной, второе переменное значение тоже изменяется, потому что она указывает на тот же самый объект. Примитивные типы тоже наследники типа объект, но они наследуются неявно. И вы можете проверить, допустим, что любой тип, даже та же самая единица, у нее есть такие свойства, как тут стринг и икос. Если я могу вызывать те же самые свойства объекта для строки, структуры, общей... Они тоже являются объектами, но это неявное наследование, и поэтому мы можем объекту, любому объекту, классу объекта, переменной класса объект, присвоить значение примитива, допустим, 1. Обратное преобразование не верно. Нельзя взять и переменной, и присвоить, допустим, обратно c1. Компилятор скажет, что так делать нельзя, и что это ошибка. Если вы хотите так сделать, то мы можем использовать явное преобразование, то есть указывать, какого типа объект, объект. И в этом случае мы получим, не получим ошибки компиляции в данном случае, и в переменную, и мы получим то же самое значение, которое присвоили объекту. но здесь есть подводные камни, потому что, допустим, если мы будем использовать какой-нибудь другой тип, мы получим ошибку. Вроде как, если бы это был тип int, тип int можно присваивать типу long, потому что тип long больше, чем тип int, и здесь он может неявно преобразовывать int в long. Но если у нас есть класс object, то так делать нельзя. Поэтому есть еще вот такой момент. Это я ответил на вопрос, который задали в чате. Про массивы. Про массивы я расскажу тоже. Так, сейчас я рассказал про тип nm, про структуру, про класс. Как они объявляют. Сейчас будет, может быть, довольно сложная тема. Наследование. Наследование – это основной принцип объектно-ориентированного программирования. Во-первых, я говорил про саблонный generic types, саблонные типы, в которых указывается в квадратных скобках, какая именно переменная там должна использоваться. Если вы описываете класс, то он выглядит обычно вот так вот. Используется не переменная, а на самом деле здесь может быть написано все, что угодно. Можно писать t, можно v, можно любую другую букву, но обычно рекомендуют писать, начиная с буквы t. Допустим, t1. Или что-то более понятное. Вот так это выглядит. Когда мы создаем объект этого класса, вместо буквы t мы пишем тот тип, который мы хотим использовать. И у нас этот класс будет работать абсолютно аналогичным образом, как если бы вместо буквы t, или в данном случае уже t1, у меня было бы написано здесь везде int. И этого бы вообще не было. Важный момент, когда мы работаем с обобщенными типами, это статические поля. Статические поля, это поля, которые присущи именно классу. И здесь нужно сказать то, что для каждого вида t1 будет свое статическое поле. То есть... Давайте на примере покажу. если я создаю один объект, мне даже можно его не создавать, я просто могу использовать переменную каунтер-статическую. И я буду использовать объект long к своему действ 100, то переменная counter для типа int останется равна единице. Я могу это продемонстрировать, введя в консоль его значение. Она осталась равна единице. Это тоже такой вопрос-ловушку, который могут задать. Это касается обобщенных типов. Далее мы... Я хочу рассказать немного про наследование. Наследование это один из основных принципов объектно-ориентированного программирования. И означает это то, что у нас есть класс какой-нибудь и мы можем модифицировать этот класс, создавая его наследников. Как это происходит? Я здесь написал пример класса, который еще и сделал абстрактным. Это означает, что этот класс нельзя создавать от него объекты с помощью ключевого слова new. Можно создавать только наследников этого класса. У этого класса есть несколько методов. Метод абстракт это означает, что этот метод обязательно должен быть реализован в классе наследники. Два метода виртуал это означает, что мы можем переопределить эти методы в классах наследниках. Я это покажу ниже. Класс обычный без модификатора публичный, а также два защищенных класса. Свойство protected означает, что мы можем использовать это свойство в самом классе, а также в потомках этого класса. И я создаю наследника от этого класса. Как я это делаю? Я просто пишу класс и пишу от какого класса он наследуется. По умолчанию здесь всегда объект и его можно не писать. Если вы напишите объект, ничего страшного не будет, но это просто необязательно и это опускается. Я здесь использую ключевое слово силт. Его можно не использовать, можно использовать, я просто показываю на примере, где применяется это ключевое слово. Это означает, что если я указал силт, то значит от этого класса уже нельзя наследоваться. Он закрыт для наследования. Этот класс переопределяет методы базового класса. С помощью ключевого слова override он переопределяет виртуальное свойство print и с помощью ключевого слова new он переопределяет виртуальное свойство hello3 и обычное публичное свойство hello4. А также добавляет еще одно свойство child метод которого не было у базового класса потому что он может так и делать. И теперь важный момент. Чем отличается переопределение с помощью ключевого слова new от ключевого слова override? Разница в том что я могу создать переменную типа base класс и давайте создим переменную типа убираем класс и я могу присвоить переменную типа base класс производный класс так можно делать потому что берет класс происходит наследует base класс и любой базовый класс любому базовому классу можно присылать значение его наследников но обратно делать нельзя явно допустим присвоить child переменную child значение переменную child 2 потому что это будет ошибка компиляции но мы можем использовать явное преобразование указывая в скобках к какому типу мы хотим его привести это возможность сделать и тогда мы можем получить ошибку во время выполнения программы если вдруг мы не можем преобразовать базовый класс к конкретному производному классу и в чем разница между ключевым словом override и new разница в том как будет вести себя child 2 child 2 если в общем child 2 является объектом типа derived класс и соответственно по идее он должен вызывать методы этого класса но давайте я выведу метод print hello возвращает мне derived класс turned on это как раз то что написано в этом методе если я выведу допустим вызову метод hello tree он мне вернет текст base класс hello tree потому что так работает ключевое слово new если мы вызываем метод переменной который является базовым классом то когда мы используем ключевое слово new она использует метод именно базового класса если я вызову метод тот же самый метод переменной child мы вернем полученный результат производного класса вот важный момент переменная child и переменная child 2 это один и тот же объект который указывает на один и тот же на одно и то же место в куче в памяти и если мы вызовем знак равно двойное равно то у нас вернется true потому что это два одинаковых объекта указывающие на одно и то же место в куче но они ведут себя по-разному потому что в первом случае у нас потому что мы используем ключевое слово new когда мы используем ключевое слово new оно вызывает тот метод который был который присущ конкретному классу объявленному если же мы используем ключевое слово override то он использует производный метод то есть не важно какого типа переменные у нас находится он вызывает он проверяет конкретный тип child2 а конкретный тип child2 это derived class и вызывает метод именно derived class вот в чем разница я надеюсь что я понятно объяснил если сейчас есть какие-то вопросы пожалуйста задавайте вопросов нет тогда переходим к следующему примеру это небольшой пример здесь я хочу рассказать о привести небольшие примеры классов готовых классов которые уже есть в сборке которые часто используются допустим date time date time это не примитивный тип но он используется в пространстве unknown system используется очень широко и возвращает текущее время если вы будете использовать время то вам понадобится тип date time скорее всего есть допустим еще тип date time offset но он используется реже если вы используете время или вам нужно работать со временем вы используете тип time span time span это тип используется для хранения времени и вдруг и скорее всего он вам понадобится ниже я привел три обобщенных класса лист хэш сет и дикшонари это эти классы про лист я уже сказал он используется как массив но его отличие в том что он может добавлять объекты с помощью метода нам не нужно заботиться о том чтобы что вдруг в нашем массиве не хватит места допустим метод хэш сет и дикшонари они используются для быстрого поиска объектов и как раз таки функция get хэш код которая реализована в базовом классе она является неотъемлемой частью алгоритма который используется внутри этих функций хэш сет и дикшонари разница между ними в том что они грубо говоря не упорядочены если в листе мы добавляем объекты и они хранятся именно в том порядке в котором мы их добавили то в хэш сет и дикшонари это не гарантировано потому что здесь объекты они хранятся немного по другому они хранятся оптимально для того чтобы можно было быстро найти этот объект в этом массиве пример с дикшонари я в самом конце мы будем использовать дикшонари и у нас будет такой 40 пример как можно создавать базовые классы свои свои классы использовать классы .net фреймворк и вообще как писать программу это на самом деле может быть это немного сложно но если вы попробуете написать этот код скачаете пример и просто своими руками это напишите то это будет выглядеть не так сложно сейчас просто очень большой объемный материал но поначалу это кажется сложным вы просто попробуете сделать это своими руками и вам станет понятнее в любом случае с чего-то нужно начинать и поначалу поначалу я понимаю что материал будет выглядеть сложным но опять же у вас есть примеры а это уже на самом деле большой плюс так сразу отвечу на вопрос который здесь написали пользователи что за значение в параметрах вывода right line здесь 0 это означает что в этом месте нужно вывести переменную которая идет через запятую под номером 0 1 2 и так далее а после двоеточия минус 30 минус 10 это выравнивание текста чтобы текст было лучше читать я выравниваю его по колонкам и минус 30 минус 10 означает что нужно заполнить пробелами недостающие пространство чтобы у нас были ровные колонки явное и неявное преобразование что значит неявное преобразование это когда мы в скобках не пишем тип которому мы хотим преобразовать объект явное преобразование Это когда мы в скобках указываем тип, допустим, можно неявно преобразовать тип int к типу long, но нельзя неявно преобразовать тип long к типу int, возможно, явное преобразование. Еще какие-то вопросы, если есть, давайте я сразу на них отвечу, потому что я не все вопросы вижу, вы можете их повторить. Вопросов пока нет, тогда переходим к следующим примерам. Тоже сейчас будет тема для новичков немного сложноватая, но я постараюсь объяснить это как можно проще. И здесь мы приведем пример, можно сказать, приведем реальный пример того, как писать код. Есть в C-Sharp такая вещь, которая называется Delegant. Это не совсем объектно-ориентированный подход, это более, больше, скорее всего, функциональный подход. Мы можем интерпретировать функцию как объект или как переменную. И когда мы пишем Delegant, то мы описываем, это называется сигнатура, сигнатуру метода или функции, которую мы хотим вызывать. Допустим, здесь я объявляю Delegant, который должен выглядеть следующим образом. Это имя Delegant или тип Delegant в данном случае. И он описывает функцию, у которой есть два параметра, первый и второй, и который ничего не возвращает. Возвращает void. Это Delegant. Далее, в C-Sharp есть такое понятие, как интерфейс. Интерфейс, можно сказать, что он похож на абстрактный класс, хотя это абсолютно разные вещи. Он просто описывает, какие методы есть у этого объекта. Если, допустим, сравнивать с C++, C-Sharp и C++, то разница между ними в том, что в C-Sharp можно наследоваться только, у класса может быть только один родитель, parent. То есть, когда я объявляю новый класс, через двоеточие я пишу его класса родителей. Это может быть только один класс, не может быть двух классов родителей. А, допустим, в C++ такое может быть. И, может быть, это не всегда удобно, но у нас есть еще такая вещь в C-Sharp, как интерфейсы. Интерфейсы, они просто описывают сигнатуры. То есть, те методы, которые можно вызывать у этого класса. В данном случае есть интерфейс iSwitch, который говорит, что класс или объект, который реализует этот интерфейс, у него есть метод switch. И этот метод можно вызывать. Я объявляю здесь два интерфейса. Интерфейс iSwitcher и интерфейс iTranslator. Вопрос, который вам могут задать на собеседовании. Что можно объявлять в интерфейсах? Во-первых, в интерфейсах можно объявлять только сигнатуры. Там нет реализации методов, нет кода. Там только объявляются свойства, методы, так называемые индексаторы и события. Вот может быть вопрос, что такое индексаторы, да? Что такое событие? Индексатор – это что-то похожее на массив. То есть мы можем обращаться к какому-нибудь свойству, ну, классу через индекс. И индекс у нас может быть не только int, как в случае с массивами, он может быть любого другого типа. Допустим, в данном случае я использую индекс string. И по этому индексу я могу дальше работать как со свойством. Либо вызывать get, либо set. Я покажу это на примере ниже. Да, то есть вот второй интерфейс, у которого объявлено событие, с ключевым словом event, свойства, метод и индексатор. И дальше я создаю абстрактный класс language dictionary. Я хочу, чтобы этот класс был, работал как, допустим, словарь. То есть я передаю ему слово и хочу получить от него перевод. Этот класс, он по умолчанию наследуется от объекта object. И также я даже могу здесь написать object. И также реализует интерфейсы. Все интерфейсы, которые реализуются классом, перечисляются через запятую после базового класса. Так, здесь у меня компилятор говорит, что есть ошибка, потому что я использую dictionary, который находится в пространстве имен system collections generic. И мне нужно добавить его к себе к футу. Итак, у меня есть класс, который назван абстрактным. Я уже говорил, что такое абстрактный. Это означает, что мы не можем создавать объекты этого класса. И этот класс реализует интерфейсы. Что такое интерфейсы? Это описание, сигнатуры класса. То есть мы можем вызывать объекты, и которые заведомо имеют определенные методы, свойства, события. И посмотрим, как, собственно, это происходит. Есть объект интерфейс-транслятор и свитчер. Здесь указано, что они реализуются. Как они реализуются? Просто в данном случае я объявляю свойства события transition edit с ключевым словом public. Объявляю count и возвращаю count dictionary. У dictionary есть поле count, и там возвращается количество записи этого словаря. Я реализую сигнатуру метода translate. Что я здесь делаю? Я использую dictionary, словарь. И что здесь происходит? У меня есть переменная isForward, которую я использую для того, чтобы указывать, в какую сторону переводить. С русского на английский или наоборот. Допустим. И если это forward, то я могу использовать индекс dictionary и передать ему то слово, которое я хочу найти. Dictionary, используя свой алгоритм быстрого поиска, быстро мне найдет. По ключу word значение словаря и вернет его мне. Если же, допустим, я хочу обратный перевод, то в dictionary такой механизм не реализован. Он может работать быстро только по ключу. Обратно же мне нужно перебирать все значения словаря. И по полю value, то есть значения, вернуть ключ словаря. На самом деле это вопросы, они касаются именно базовых вещей, именно ядра C-Sharp. И их задают всем, начиная от junior, middle, senior и выше. То есть, если вы претендуете на позицию junior, то эти вопросы вам, какие-то из этих вопросов вам будут задавать. Либо вы, да, стажер, и тогда к вам никаких претензий не будет, и вы просто будете смотреть чужой код, скорее всего, или вам будут давать какие-нибудь простые примеры, и вы уже будете, в любом случае, столкнетесь с этими вещами. Но на самом деле это те вопросы, которые задают на любой позиции на работу программиста. Да, middle и senior им задают кроме этих вопросов еще дополнительные вопросы, которые касаются уже не синтаксиса языка, а более сложных вещей, таких как соблоны, уязвимости и так далее, которые здесь я не рассматриваю. А вообще вот эти вещи – это основы C-Sharp, которые вы как junior должны знать. А junior – это означает, что вы, может быть, у вас есть опыт программирования, может быть, не более года, или даже не более двух лет, в зависимости от того, как вам поведет с работой. Итак, вернемся к нашему коду. Здесь по вопросам, да, то есть мы здесь реализуем наш интерфейс iTranslator. Как он реализуется? Мы просто переписываем все сигнатуры и пишем уже код, который там должен выполняться, возвращаться. В данном случае, когда я вызываю translate, я обращаюсь к словарю, который я создал предварительно в классе, в коде, который, кстати, объявлен меня свойством с атрибутом abstract. Итак, перейдем к индексатору. Что такое индексатор? То есть индексатор выглядит вот так вот. У меня есть ключевое слово this, и в квадратных скобках написан индекс, который мне нужно использовать. Когда я использую индексатор, я могу использовать только, допустим, метод get, или только метод set, либо и то, и другое одновременно. В методе get я вызываю функцию translate, в методе set я присваиваю, или добавляю в словарь, новое значение. У меня есть поле word и есть поле value. Value это то, что находится справа от равно, когда я использую индексатор, я это покажу на примере. И, так, собственно, это все. И метод switcher. Метод switcher используется для того, чтобы переключаться, допустим, переводить с русского на английский, с английского на русский. И два производных класса от нашего абстрактного класса, в которых я создаю словарь и заполняю его какими-то значениями по умолчанию. Это English dictionary и German dictionary. Как это работает? Так, создадим наш класс. English dictionary. Подводим его в B1. И, допустим, я могу использовать вместо нашего класса, вот здесь справа, я могу использовать интерфейс. Поскольку у нас класс реализует этот интерфейс. Поскольку я объявил и интерфейс, и класс внутри другого класса, который называется sample007, то мне нужно писать полное имя этого интерфейса, то есть название класса, в котором он объявлен, точка названия интерфейса. И, допустим, я хочу перевести какое-нибудь слово. Так, а, он не говорит ничего, не? Потому что у меня в словаре по умолчанию записаны только слова. Так. Так. Так, это потому что по умолчанию здесь наверное надо поставить true. вот, то есть, что здесь происходит, я создаю словарь и прошу его перевести мне слово красный на английский язык. Если я хочу перевести red с английского на русский, я могу использовать метод switch, но поскольку у меня переменная d1 объявлена как интерфейс iTranslator, то такого метода у меня нет и вызвать я его не могу. Я получу ошибку компиляции на этапе компиляции, но я могу, допустим, использовать явное преобразование к этому интерфейсу. Итак. 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 да вот то есть что здесь происходит у меня есть объект а и транслятор объект который объявлен как и транслятор это интерфейс я могу явно преобразовать его к интерфейсу switch чтобы этого не делать я могу допустим не использовать интерфейсы а использовать прямо сам класс который в этом случае мне не нужно использовать явное преобразование для преобразования одного интерфейса другой я могу просто использовать сам класс потому что этот класс он реализует публичные методы switch и translate здесь проблем никаких нет и после того как я вызвал switch я уже могу делать преобразование в так какие то вопросы здесь вопрос про линк нужно ли знать линк дзунам честно говоря я не знаю возможно что и нужно потому что линк сейчас такая технология очень распространенная она используется не только с массивами коллекциями но есть допустим язык запросов или технологии такие как entity framework link to the b где тоже используется синтаксис линк и они очень распространенные если вы будете это знать это будет для вас плюс и скорее всего вам это придется знать потому что он используется очень широко и как я уже сказал в реальной практике он очень широко используется как dictionary стал итерируемым не совсем понял вопрос то есть dictionary это коллекция и по умолчанию она итерируемая ее можно перебирать это один из вопросов которые я оставил напоследок вопрос про утильную типизацию которая применяется все шарпи и так вопросы еще есть кинуть так вопросов нету тогда последний момент который я хотел сказать вопрос про утильную типизацию этот вопрос если это дзун то скорее всего вам его не зададут но вам нужно для общего развития я все равно про него хочу рассказать что такое утильная типизация в си шарп сам по себе это язык строго типизированный то есть здесь нельзя просто взять и допустим перевести один тип другой допустим стринг и даже если в строка там представляет собой число 1 2 3 даже используя явное преобразование этого сделать нельзя нужно использовать специальные методы этим отличается допустим от языка я вас крит или php в которых нет строгой типизации но в си шарп есть такое понятие как утина типизация она довольно редкая и допустим есть такое ключевое слово динамик си шарпи мы объявляем переменную динамик с ключевым словом динамик это как будто бы ее тип и это означает что это переменная может быть любого типа и мы можем вызывать у нее все что угодно и мы узнаем об этом только во время компиляции можно ли вызывать тот или иной метод в этой переменной или нет и есть еще утина типизация когда мы допустим работаем с фурыч чем об этом возможно джуны не знают но если вы будете расскажете об этом или вдруг вам забудут такой вопрос вы можете на него сможете на него ответить ключевое слово форыч используется для итерации применяет утиную типизацию то есть мы можем использовать внутри форыча после ключевого слова им любой объект если у него есть метод гэд и неумератор который возвращает объект типа а и неумератор и не важно какого типа этот объект это тоже пример утина и типизация си шарпи чем отличаются методы туда был и и дабл парси у нас осталось 10 минут как раз вы сейчас можете задать вопросы я на них отвечу если вопросов не будет то мы плавно закончим чем отличаются методы туда был дабл парси в принципе они так туда был скорее всего имеется виду конверт точка туда по сути они и практически ничем не отличаются скорее всего даже они используют один и тот же код внутри есть допустим еще метод дабл точка драй парси который с помощью которого можно избежать ошибки компиляции если мы делаем парси то и мы не можем привести строку в данном случае к типу дабл мы получим ошибку и у нас программа может перестать работать если мы эту ошибку не отлавливаем если мы используем три парси то там ошибки не будет и он нам вернет true или false да конверт туда был он он используется во первых он он использует практически то же самое что и дабл парси но разница в том что парси дабл парси преобразует только строки а конверт туда был туда можно передавать любой объект будет не обязательно строка вот еще вопросы исключение они и в том и в другом случае если мы их сами не обрабатываем они могут поломать нашу программу так вроде вопросов больше нет я рассказал вам про основные классы основные ключевые слова основные способы написания программ это материал возможно возможно для вас он сейчас если вы совсем новичок покажется сложноватым но я бы рекомендовал вам внимательно еще раз посмотреть на примеры которые я подготовил было бы также очень полезно написать самому своими руками своими руками этот код это все равно что там я бы вам рассказывал как кататься на велосипеде или как плавать то есть я могу это объяснить но пока вы не будете пробовать это сами и писать код своими руками даже если это чужой код который вы просто переписываете вы хуже будете понимать материал вот если вопросов больше нет то всем спасибо за внимание мне было очень приятно поделиться со своими знаниями и собственно все сколько занимает по времени с нуля освоить базу c-sharp в счетом каждодневной практики допустим допустим вы можете допустим обычное руководство по c-sharp занимает порядка может быть тысячи страниц где довольно подробно все описано я думаю что может быть от двух за два месяца можно более менее научиться программировать на c-sharp но реально там опыт прежде чем вы сможете стать там частью команды даже если это джуниор то я думаю не менее шести месяцев может на это уйти к тому же если мы говорим про c-sharp то c-sharp это это просто синтаксис который применяется для написания различных программ а программы на c-sharp можно писать разные это могут быть дешктопные приложения допустим на ксамбле это могут быть веб-сайт это могут быть серверные приложения и освоить каждую из этих технологий занимает еще определенное время и допустим вам сначала нужно определиться с тем каким чем именно вы хотите заниматься то есть очень широкое направление и может быть даже нету такого есть люди ну или мало людей которые знают абсолютно все технологии потому что это каждая из технологий это отдельный курс по сути говоря то есть вы можете выбрать допустим я хочу писать на c-sharp игры с помощью unity 3d я хочу писать настольные приложения с помощью технологии WPF я хочу писать веб-сервисы или сайты с помощью технологии ASP.NET то есть вы изучаете базовый базовые основы про которые я сейчас вкратце рассказал после этого вы определяетесь с той технологией с которой вы хотите работать потому что и знать несколько технологий это можно но это опять же занимает очень много времени чтобы приступить к реальным проектам вам нужно по крайней мере определиться что именно за реальные проекты это будут и так еще раз спасибо за внимание надеюсь я понятно объяснил или ну по крайней мере материал это вам если пригодится если не сейчас то через какое-то время вот спасибо большое за внимание и до свидания если вам понравилось я буду признателен за ваши оценки все все